так и теперь мы пройдемся немножко кратенько по препаратам значит что тут книжка у меня еще сохранилась вот такая вот книжечка я много раз на нее показывал сейчас открою схему так и вот соответственно наша книжечка универсальная программа питания для клубники для личных подсудных хозяйств какие препараты что обрабатывают сейчас у нас получается идет свет выкидывает вот бутонизация и вегетация соответственно нужно работать атланты это у нас от болезни профилактика и келек бор бор помогает клубники фазе бутонизации так как пусть усиливает опыление и со стороны сам рост сытоносов в этом сезоне будем пробовать новые препараты они называются максифол и корневая тоже под кромка новенькая будет то есть максифол старт у нас будет вот такой препаратик здесь у нас входит азот 18 процентов всего экстракт водоросли но в общем для старта применяется для земляники не корневая подкромка начали возобновление вегетации в фазе бутонизации вот такой препарат затем максифол мега максифол зависть будет это когда у нас идут зависти уже ягоды маленькие идут здесь у нас бор входит экстракт водоросли и пять процентов бора вот земляника не корневая подкормка растение 1-2 раза перед цветением и после образования зависти ну и по ягоде уже был максифол мега работать здесь у нас комплекс всех микро макроэлементов азот оксид калия железо марганец цинк и водоросли это по ягоде будем работать но и вот такой вот препарат у нас будет внутри ванк плюс ягодный азот фосфорд калий 12 5 27 вот такой препаратик улучшает вкусовые качества поражает урожайность уникальный состав 30 дней питает 30 грамм на 10 литров 1 мерная ложка с горкой на 0 ведро воды либо на одну сотку вот дозировка вот такую прибор тоже вот попробуем а пока по стандарту надо добить мне атланты эти келлики 7 них осталось еще то что сезон не подкармливалась клубничка практически атланты 30-20 это мы будем от болезни келли кальций бор кальций всегда полезен клубники бор улучшая вегетацию и цветения на всякий случай райкад развития потому что есть кустики со слабым еще листиком еще там надо почистить обработать ну вот это вот этим комплексным препаратом аминокат 30 процентов это будем уже в жару по ягоде соответственно работать хом от болезни принципе можно даже дожди были можно будет обработать хом возможно я буду с энтертицидом вечером мешать и обрабатывать также келли калия соответственно по ягоди увеличивает сахаристость но в принципе вот все ну и тут подкормка у меня белый жемчуг виноград возможно в этом сезоне еще куплю белый жемчуг стоп клоп запахом хвои которые клопов черепашек и тлю также хорошо он все зарекомендовал будет показывать но применяться так вот мой опрыскиватель помпочка элитэч за пять лет вот фу ни разу не подвела значит обрабатывать будем два препарата смешивать хом хлорокис меди вот от болезни его замиксуем с инсектицидом пробовал я до этого акты лик разные разные препараты вообще вот самый самый наглядный хоть и второй класс опасности от компании август это брейк от инсектицидов мне подогнали друзья которые гектарами выращивают подарочек пятишка мне десятки лет ее хватит одна обработка на 10 литров колпачок 25 миллилитров очень хорошего эффективен против тли против клеща у меня клеща слава богу нет у меня в основном тля муравей и третье что мне тут еще есть это черный сверчок который очень любит подъедать крупный лист поэтому против него брейк сейчас будем использовать и у меня еще один из инсектицид это барей но его мы будем применять на винограде потому что на винограде почки начинают уже выдавливать а в почке могут залезать жучки поэтому первую обработку надо не комом обрабатывать виноград а именно инсектициды ну ладно буду замешивать